Приветствую вас, братья и сестры, возлюбленная Церковь Божия. Мы действительно приехали из Гомеля, пригласили нас на семейное общение, и вчера вечером была такая замечательная, теплая, праздничная встреча. Я решил, что, наверное, придется поздравлять Церковь с Рождеством, но я понял, что немножко ошибся, что вы еще Пасху празднуете, поэтому Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Знаете, для того, чтобы поздравить друг друга с этим чудным событием, нам не надо дожидаться весны. Каждое воскресенье в каждом месяце напоминает нам о том, что мы верим в живого воскресшего Господа и Спасителя. Вообще все праздники, они так связаны друг с другом и взаимодействуют. Без Рождества не было бы потом крещения, преображения, страданий и смерти Христа и воскресения. Рождество – это начало его земного… Приход наш мир, а потом начало его земного служения. Поэтому мы радуемся, приближаясь к этим дням, особенно когда видим прекрасное украшение, слышим замечательное пение «Спасибо, Харисты!». Иногда проповедники к вам спиной стоят, но это не значит, что мы не ценим ваш труд. Это очень ценно и важно – слышать вдохновенное пение, которое нас ободряет. Действительно, Христос является центром нашей веры, нашего упования, нашего спасения, центром жизни Церкви. Если вы приедете когда-то в Гомель, мы с радостью вас приглашаем. Нашу Церковь называют «центральной», но я не люблю это слово, потому что в центре Церкви не пастор, не сама Церковь, а должен быть Иисус Христос, потому что Он, придя на землю, принес нам свою благодать. Он открыл или показал нам Евангелие, эту благую весть. Бог возвестил Евангелие, и мы его однажды приняли. Тема нашего размышления сегодня, я бы назвал так, «Научающая благодать». Братья, которые хорошо знают Библию, наверное, уже догадались, в какое послание мы сейчас пойдем. Апостол Павел писал несколько посланий своим спутникам, сотрудникам, которые были помоложе. Они нуждались в таком ободрении и наставлении. И мы знаем, что одним из таких спутников был Тимофей, а другим – Тит. И послание к Титу, оно интересное. Оно начинается с такого наставления, какими должны быть епископы. То есть Павел оставляет Тита на Крите, на острове Крит, и говорит, ты должен завершить начатое это. И перечисляются, какие качества служителя, которого, или брата, которого можно поставить на служение. Интересно, что в этих качествах есть и какие-то дарования и способности, а в то же время есть качество характера. Как вы думаете, что важнее? Иногда церковь, выбирая служителя, думает, о, это харизматичный брат. Он громко говорит, он весело улыбается, у него есть такие организационные способности, и обжигается. Потому что для Бога намного важнее сердце и характер. Но проблема в том, что братья с хорошим характером иногда такие вялые, безжизненные. Поэтому хорошо, когда есть в церкви несколько пасторов, которые дополняют друг друга и таким образом могут под действием Духа Святого направлять церковь. И вот постол Павел наставляет титы, какими должны быть служители. А потом говорит о проблемах, с которыми столкнется тит и другие, кто несет служение церкви. В конце первой главы там удивительные слова мы читаем, что бывают люди, с которыми столкнется тит, которые говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. И там перечисляется, будучи гнусны, они непокорны, не способны ни к какому доброму делу. То есть они говорят правильно, они утверждают свою веру, но когда смотришь на их жизнь, кажется, а что они делают церкви? Их мышление мирское, их поступки часто вызывают удивление или возмущение. Даже в некоторых сердцах вы встречали таких людей? К сожалению, и тогда, и сейчас, наверное, не проблема встретить такого человека. Они, может быть, не всегда даже на богослужении присутствуют, и говорят, мы все знаем, нам хорошо, мы с Богом, мы с Богом, у нас все с Ним нормально. Мы как пасторы иногда спрашиваем, а Бог знает об этом, что Он с вами? Действительно, Писание открывает нам, что без Божьей благодати не будет в нашей жизни ничего. С другой стороны, благодать, которая приходит в нашу жизнь и касается нашего сердца, она обязательно произведет добрые перемены. Поэтому апостол Павел, когда начинает дальше вторую главу, он пишет, как тебе должен наставлять и старец, и старцев, то есть пожилых людей, молодежь. Оказывается, все мы нуждаемся в наставлении. Даже он о рабах там говорит. Сегодня у нас, слава Богу, нет рабов. Ну, некоторая молодежь чувствует, когда ее на распределение отправляют себя в качестве рабов. Каждая часть или группа в составе церкви, она нуждается в таком добром наставлении, добром направлении, в том, чтобы через Слово Божие видеть, какой должна быть наша жизнь, чего Господь от нас ожидает. И вот давая эти практические наставления, апостол Павел приходит к 11 стиху, где пишет следующие слова. Это вторая глава. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, дабы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Все мы знаем, что Библия, Божье Слово, состоит из двух частей – Ветхий и Новый Завет. Если бы вам задали вопрос, а чем отличается Новый Завет от Ветхого, что бы вы ответили? Ну, кто-то скажет, о, Ветхий Завет больше, он толще по объему, да? Действительно, там 39 книг, 929 глав, 23214 стихов. Но это не все. Другой человек скажет, в Ветхом Завете Бог больше строит отношения с евреями, с Израилем. Это книга о евреях и для евреев. В каком-то смысле эта мысль также правильна. Чтобы читать и понимать суть Ветхого Завета, очень важно понимать историю, культуру и традиции еврейского народа. Но, знаете, самое главное отличие Ветхого или Старого, как мы говорим, и Нового Завета – это перемена принципа взаимоотношений между Богом и людьми. Ветхий Завет открывает нам Бога святым и праведным, в первую очередь, который дал людям свои заповеди и постановления, и каждый человек, читая их, должен был соблюдать, чтобы достичь Божьего расположения. Новый Завет открывает нам Бога, который не перестал быть святым и праведным. Бог не изменяется. Он остался таким же. Но в Иисусе Христе он открывается нам, как милующий и спасающий Бог. Бог, который протягивает нам руку помощи и предлагает свою благодать, незаслуженный дар прощения и спасения. Чувствуете разницу? По Ветхому Завету, вот заповеди, старайся их исполнять и получи жизнь и благословение. Но мы знаем, что ни один человек не смог исполнить весь закон. Мы рождаемся грешными. Наша греховная природа влечет нас от Бога. И мы, согрешая, нарушаем практически все эти заповеди. Кто-то больше одни, кто-то другие, но мы все виновны перед Богом. Мы заслуживаем Божьего наказания. И вот звучит благая весть. Она уже немножко приоткрывается в Ветхом Завете. Бог что-то обещает. А Новый Завет открывает нам в полноте. Благая весть в том, что Бог знает, что мы грешники, и при этом не отворачивается от нас. Он понимает, что мы не можем ничего сделать с собой или сами изменить свое сердце. Поэтому во Христе предлагает спасение и прощение, независимо от наших дел или заслуг. Это Его дар. Это подарок. Поэтому для нас ценен праздник Рождества. Сам Христос стал вот этим подарком. Мы вчера там, когда на общении были, в конце детки подошли, елочка там, коробки. Ух ты, говорит, сколько подарков. Я говорю, ну их нельзя трогать до Рождества. А меня братья поправили и после Рождества нельзя их трогать. Иногда мы эти коробки делаем как украшения, потому что они внутри, не знаю, пустые или нет. Наверное, пустые. Но когда мы говорим о Христе, Он не принес нам подарки. Он Сам стал даром от Бога Отца нам, грешным людям, как Мессия, как Спаситель, как Избавитель от греха. И вот эта благодать открывается нам в Новом Завете. Бог во Христе предлагает и спасение, и прощение, и говорит, прими Его, веруй в Иисуса Христа, подчини Ему свою жизнь. Заметьте, вера без подчинения невозможна. Ну, она может быть умственной. Но настоящая вера приводит к подчинению Иисусу Христу в своей жизни практически. И тогда, Господь говорит, твое сердце наполнится миром, радостью, покоем настоящим. И это действительно добрая весть. Знаете, сегодня мы устали от плохих вестей. Новости включите, интернет, и вы узнаете, где землетрясение, где погибли люди, где началась новая война, какой новый вирус появился в Китае, какие события в нашей стране, пенсия удаляется, зарплата уменьшается. И мы думаем, доживем ли мы до пенсии, а какая она будет, а что будет с нашими детьми, а с нашими внуками. Читая эти новости, сердце наполняется переживанием. Но когда мы взгляд свой обращаем на Иисуса Христа, когда мы понимаем, что Он принес и что сделал для нас, вот тогда Божий мир, покой, радость настоящая, они приходят в наше сердце от Бога. И это то, что имеет неприходящее значение. Бог не ставит нам условий. Он не говорит, заслужи спасение. Он не говорит, выполни что-то. Он говорит, Христос пришел за тебя совершить то, что ты не мог. Правда, давайте зададим себе вопрос, а полностью ли это безусловное спасение? Как я сказал, от нас не ожидается никаких дел, и мы не можем его заслужить. Но одно условие все-таки мы встречаем в Священном Писании. Знаете, какое это условие? Это вера. Веруй в Господа Иисуса Христа. Однажды на вопрос евреев, что нам делать, чтобы творить дела Божии, помните, что Иисус ответил? Вот дело Божие. Это Иоанна 6, глава, 28-29 стих. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Слова апостола Павла темничному стражу в Филиппах не были новым откровением. Это была истина, о которой говорил сам Иисус. Это была истина, о которой проповедовали апостолы. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Вера во Христа, как Мессию, как Божьего Сына, как Спасителя, ведет человека к покаянию. А покаяние открывает сердце наше для работы Духа Святого. Дух Святой совершает рождение свыше, наделяет человека новой природой, способной слушаться Бога и повиноваться Ему. И что происходит, друзья? Сам Христос в Духе Святом поселяется в сердце уверовавшего. Вот в чем действие Божьей благодати. Послал Павел обращался к церкви Колоссах однажды, и буквально в первой главе, там есть стихи с 24 по 27, он говорит так. Колоссянам, первая глава с 24 стиха. «Ныне, то есть сейчас, радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которая есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, уверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, для нас с вами, которая есть Христос в вас, упование славы». Когда вы читаете эти стихи, вот что бросается в глаза, какая фраза, какое словосочетание вам кажется самым важным? Кто-то скажет, ну, церковь, которая есть тело его, действительно, это истина, которая открывает нам Писание. Тело это состоящее из многих частей или органов, мы говорим, да, но единый организм, подчиненный голове. Обычно, говорят, если человек с головой не дружит, проблема, под контролем головы должна проходить вся наша жизнь. И вот Христос говорит, я глава, а вы, хотя порознь, такие разные, непохожие, отличающиеся друг от друга, но мой Дух Святой, возродив, объединил вас в тело Христова, в церковь. И действительно важная мысль. Кто-то скажет, о, мне нравится фраза «домостроительство Божие». Я не знаю, все ли участвовали в строительстве этого храма, но когда строится что-то грандиозное, ох, там целый проект, кипы бумаг, там потом роется котлован, закладывается фундамент, подводятся сети, стены, крыша, отопление, освещение. Это целый громадный проект. И когда апостол Павел говорит «домостроительство Божие», он говорит, что церковь тоже имела свой план. Еще прежде создания мира Бог это усмотрел. Было заложено основание апостолов и пророков. Из живых камней, из этих кирпичиков уже века созидается это здание. И однажды оно закончится. И у него есть будущее. Действительно важная мысль. Кому-то нравится, наверное, фраза «тайну сокрытую от веков и родов». О, люди любят тайны. Когда я знаю что-то, что не знаю другие, это меня немножко так возвышает. Поэтому мы любим слушать «расскажи мне, я хочу знать». И действительно, тайна церкви, она в Ветхом Завете была сокрыта. Евреи как-то о язычниках мало думали. В отдельных местах, в Салмах, мы находим откровение, что Бог говорит, и язычники придут. Они будут ходить во свете Слова. Но то, что это будет церковь, состоящая из евреев и язычников, для них это было трудно принимаемо, сложно было в это понять и поверить. Даже в деянии апостолов Богу нужно было что-то особенное делать, чтобы разрушать эту преграду. Это была тайна. Знаете, разные мысли в этих стихах, они действительно имеют ценность. Но для меня особое значение имеют последние слова, которые мы прочитали. «Христос в вас упование славы». «Христос в вас». Евреи жили ожиданием Мессии в надежде, что Он разрешит все их проблемы, ответит на все нужды. Только они не понимали, что главная проблема человека – это его греховное сердце, которое нуждается в возрождении. И основная нужда – это прощение грехов и примирение с Богом Отцом. Когда Христос пришел на нашу землю, Он ответил на все эти нужды. Он совершил наше спасение на Голгофе. И вы знаете, пока Он жил в теле на земле, многие люди ходили за Ним. Им нравилось слушать Его слова. Они познавали учения о Царстве Божьем. Они пользовались благословениями Его присутствия и участия в их жизни. Кого-то Иисус исцелял, кого-то кормил. Помните, однажды на берегу Галилейского моря Он накормил более пяти тысяч человек. И на следующий день люди искали Его, как сказал один проповедник, чтобы позавтракать. Но было несколько проблем. Находясь в теле, Иисус был ограничен. Странно, всемогущий и вездесущий Бог, но ограничен. Он сам себя ограничил. Он вошел в человеческое тело, чтобы стать одним из нас. Чтобы жить на земле, как человек. Он был ограничен. Он находился в одном месте, в одно время. Как и мы. Сегодня наши дети и внуки остались в Гомеле, а мы с женой здесь. Иисус был ограничен. И это где-то было каким-то таким человеческим ограничением. Он был с учениками, но еще не был в них. Их сердца нуждались в возрождении. Поэтому они еще спорили, как плотские люди, кто из них больше, кто сядет по правую или по левую сторону. Они советовали Иисусу Христу избежать страданий. Зачем тебе это? Ты же Бог, ты же Божий Сын, ты же можешь избавиться и не пойти на крест. Они проявляли негодование в отношении тех, кто не принимал их слов. Но даже вот такое физическое присутствие Христа рядом, оно прекратилось с моментом его вознесения. Он ушел, он вернулся к Отцу. Ученики были в смущении и страхе. Они даже двери, помните, закрывали. Не знаю, какие там засовы, запоры были, да? Но они закрылись, они боялись иудеев. И вот наступил день Пятидесятницы. Дух Святой сходит на апостолов и наполняет их сердца. Только так можно объяснить ту разительную перемену, которая произошла с ними. Христос в вас, пишет апостол Павел, упование славы. Это то чудо, которое произошло, друзья, и в наших сердцах. Мне, когда Господь обещал, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Апостол Павел цитирует эти слова во Втором Послании и Коринфянам. А сам Иисус когда-то в Евангелии Иоанна записано говорил в 14 главе 23 стихом. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это обещание исполняется в тот момент, когда Дух Святой, входя в наше сердце, возрождает Его. И сам Христос в Духе Святом поселяется там, в сердце, чтобы пребывать с нами постоянно, уже не будучи ограничен временем или пространством. Поэтому Он живет во многих сердцах христиан, детей Божьих по всему миру. И уже ни законы, ни обряды, ни правила руководят нами, но сам Христос управляет жизнью возрожденного человека, наделяя нас способностью и силой жить в послушании Богу и служить Ему. Новый Завет – это новое отношение Бога с человеком, сердце которого возрождено и послушно действию Духа Святого, который и дает нам силу жить в послушании Богу. Но давайте вернемся к отрывку, которую мы прочитали в начале из послания к Титу. Постол Павел говорит, ибо явилась благодать Божия. Явилась, то есть стала явной, открытой, проявила себя. Здесь говорится о Боговоплощении, о приходе Сына Божия в наш мир. Помните, как Иоанн писал в первой главе? Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Сам факт рождения Божьего Сына для нас уже благодать. Господь явил милость, послал в наш мир Искупителя. Далее, выйдя на служение, Иисус учил народ, открывал истинно о Царстве Божьем, говорил о пути спасения. Это тоже благодать. Если бы Бог не открыл нам Свое Слово, если бы Бог не научил нас, не показал путь веры и спасения, мы бы сами Его не нашли. Но Иисус не только рассказал и показал, Он проявил, показал нам пример, как жить в послушании Божьей истине. Самым ярким проявлением Божьей благодати – это Христос, умирающий на кресте. Чудо Божьей благодати открывается для нас на Голгофе. Святой Божий Сын умирает вместо грешных людей. Невинный Божий Агнец становится жертвой западшее человечество. Справедливый Божий суд, Божий гнев падает на голову того, кто не сделал ни единого греха. На Голгофе соединились Божья святость, Божий гнев с Его милостью, любовью и были подарены нам. И, конечно же, благодать, которой мы живем, это жизнь Христа в нас, как мы сегодня сказали, когда Он Духом Святым действует, изменяя наше сердце, освобождая от влияния плоти и греха, наполняя желаниями, силой повиноваться Богу и служить Ему. Вы знакомы с действием Божьей благодати? Божья благодать недовольного человека делает благодарным. Она меняет сердце ленивого и делает его трудолюбивым, смиряет гордого, делая его кротким, самонадеянного человека превращает в уповающего на Бога. Жадного, который засунул руку в карман и думает, что пожертвовать, какую купюру. Ну и обычно выбираем, какую. Кто-то меньшую, кто-то большую. Так вот, жадного человека благодать делает щедрым, способным жертвовать ради других, ради церкви, ради дела Божьего. Это действие Божьей благодати. Это Он совершает в нас Духом Святым, который живет в нас. Дальше апостол Павел сказал, благодать спасительная для всех человеков. Верим ли мы, что Бог в конце концов спасет всех? Нет, Библия так не учит. Но Павел говорит, этой благодати достаточно для всех, кто покается и примет Евангелие. Ее достаточно и для евреев, и для язычников, и для молодых, и пожилых, и богатых, и бедных, для всех людей. Сам факт, что Бог дает нам милость и прощение даром, это для нас приятно. Но некоторые люди, знаете, имеют такую опасность. Читая эти слова и говоря, раз мое спасение не зависит от дел, и Бог спасает меня по благодати, то неважно, как я живу. Бога не волнует ни моя речь, ни одежда, ни поступки, ни отношения. Главное, чтобы в сердце была вера. Возможно, апостол Павел встречал таких людей, а может быть, Дух Святой ему показал или открыл ту опасность, которая подстерегает людей, желающих оправдать свою мирскую жизнь. И Павел по вдохновению Духа Святого пишет, явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, а дальше говорит, научающая нас, научающая благодать. Друзья, чему научила вас благодать? Чему она вас учит сегодня? По своей природе мы люди самоуверенные, которые не сильно хотят учиться. Но если мы приняли благодать Божию и не учимся через нее, мы упустили что-то важное. Благодать не только предлагает нам Божью милость и спасение, она хочет научить нас, как должен жить возрожденный человек. Она, с одной стороны, показывает опасности мира, в котором живем, и хочет уберечь от зла, а с другой стороны, показывает Божий путь. Чему же учит нас благодать? Вначале мы читали «отвергнуть нечестие и мирские похоти». Что такое отвергнуть? Решительно отказаться, оставить, отбросить, удалить из своей жизни все, что связано с нечистотой и мирскими желаниями. Нечестие – это образ жизни этого мира. Люди, отвергая Бога, отвергают и Его заповеди, поэтому легко обманывают, сквернословят, пьянствуют, блудят, убивают, совершают дела беззаконные. Но понятие нечестие можно и рассматривать как любую нечестность. И мы, друзья, должны быть очень внимательны к своей жизни. Иногда мы думаем, ну, от явных грехов Бог меня освободил, я не курю, наркотики не употребляю. Но, друзья, влияние мира может быть на нас в очень простом. Это ропот и недовольство, это необязательное исполнение своих обещаний, это желание показать себя и прославиться, и многое другое. Насколько мы все это отвергли своей жизни. Недавно у меня один брат спрашивает, слушай, а как ты думаешь, продавая машину, нужно рассказывать все честно, что с ней или нет? Я улыбнулся и говорю, ты знаешь, ну, я так поступаю. Недавно я продавал машину, которую с 2011 года пользовался, она уже стала такая старенькая, но я подумал, я же не так быстро старею, как она, надо менять. И когда я выставил объявление, стали звонить люди, ну, я стал рассказывать все, что с ней было. Знаете, приехал один человек, я ему рассказываю, вот это ломалось, вот это дело, он говорит, мне нравится. Я говорю, еще вот эта проблема, это ничего. Я говорю, и вот здесь, нормально, я забираю. И у меня друзья спрашивают, слушай, как ты ему объяснял, что он так быстро забрал за ту сумму, которую ты назвал, даже не уступил? Я говорю, я просто честно рассказывал, и человек говорит, я вижу, что вам можно верить. Я говорю, не знаю, как он это увидел, вот, но эта машина ушла, сейчас Господь подарил другую. Но я этому брату говорю, так правильно, он говорит, и я так решил сердце. Слава Богу, когда мы решаем от любой нечестности, от любой нечистоты удаляться. Кроме нечестия, нам нужно отвергнуть мирские похоти. Нет, мы не уйдем от мира в монастырь, мы будем жить среди мира, но удаляться от всего, чем этот мир живет. Люди в мире живут в эгоизме, в себя любви. Они подпитывают свою гордость и возвышаются над другими. Они ищут развлечения, удовольствия, не думая о путях, которыми их достигают. Они мечтают о богатстве и славе, стремятся к власти, легко осаждают других, а сами делают то же самое. И самое главное, они противятся Божьей истине, отворачиваясь от света Евангелия. Таков мир. Поэтому Господь через апостола Иоанна говорит, не любите мира, не того, что в мире. Можем ли мы, христиане, попасть под влияние мира? Да. Глядя на других людей и слушая их слова, можем становиться недовольными и ворчливыми. Мы можем тоже мало проявлять желание служить другим, но ждать этого служения себе, иметь такой дух требовательности. Мы говорим, что мы стремимся к небесам, но наши молитвы наполнены просьбой о земном. Гордость может незаметно прокрасться в наше сердце, даже после того, как мы сказали проповедь, и уже внутри думаем, вот это здорово сказал, вот это да. Знаете, опасности, они всегда рядом с нами. Поэтому Господь говорит, отвергните нечестие и мирские похоти. Похоть – это сильное желание чем-то, что-то иметь или обладать. Можно ли сюда отнести мирскую музыку? Я думаю, да. Можно ли отнести сюда модную, соблазнительную одежду? Тоже, да. Даже проверьте, какой сигнал на телефоне у вас звук стоит. Иногда, когда звонит кто-то молодежи на телефон, там такой рэп включается. Я думаю, а что в сердце твоем происходит? Вот к какой музыке ты стремишься, слушая ее, чтобы она в благоговении направляла тебя поклоняться Богу? Каждая область нашей жизни, она проявляет, чем мы живем, что для нас ценно, к чему мы стремимся. И заметьте, благодать Божия, она учит нас, как нам жить в послушании Богу. А что значит как? Мы читали в послании к Титулу «Целомудренно, праведно и благочестиво». Целомудренно – это здраво, обдуманно, неиспорченно, умеренно, нравственно, скромно, чисто, безгрешно. Порой христианин поступает нецеломудренно, когда берет просто много кредитов, думая, как-нибудь дети отдадут. Ну, или сам отдам. Порой нецеломудрие проявляется в одежде, в отношении с противоположным полом. И вы знаете, все это, Господь говорит, нужно привести в порядок, потому что благодать, Дух Святой, который в нас, Христос, который стал источником нашей жизни, Он учит нас, вот как повиноваться Господу. И это уже не закон. Закон заставлял человека делать что-то из страха наказания. Благодать учит нас повиноваться Богу из любви. Праведно это, чисто, безгрешно, искренно, благочестиво, справедливо. Однажды одного христианина вызвали свидетелем на судебный процесс. И когда на его слова в зале поднялся шум, и люди стали выкрикивать, нет, это не так, он говорит неправду, судья остановил спор и сказал, я знаю этого человека 25 лет. за все это время он не обманул ни одного с тем, с кем рядом жил или работал. Он настоящий христианин, поэтому я верю каждому его слову. И в зале все стихло, все замолчали. Братья и сестры, могут ли о нас также сказать те, кто нас знает? Благочестиво – это значит с истинным поклонением, преклонением пред Богом. Это в полном послушании. Помните, о благочестии сказано, это характеристика праведного Симеона, а также Корнилия, который был благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Он творил много милостыней и всегда молился Богу. Заметьте, вот так жить целомудренно, праведно и благочестиво могут лишь те, кто готов учиться, повинуясь Божьей благодати. Благодать нам явлена во Христе, Христос поселился в сердце и Духом Святым сегодня хочет нас изменять, преображать, в образ Иисуса Христа. Только такая жизнь является настоящим поклонением Богу. Жизнь христианина, который учится каждый день, вникая в Божье Слово, будучи обличаем Духом Святым, который с помощью Божьей благодати живет в послушании Иисусу Христу. И это работа Духа Святого. Живем ли мы сегодня так? Павел говорит, что так может жить еще тот человек, который знает свое будущее, который ожидает блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Взгляд вперед, он очень важен. Наша земная жизнь, она наши взгляды притупляет, обращая вот сюда, вниз. А Господь все время через свое слово хочет поднять и сказать, посмотри, что приготовил тебе Христос, куда Он тебя ведет, что ожидает тебя. Все, что вокруг, о чем мы сегодня переживаем, во что вкладываем силы старания, оно все разрушится, оно исчезнет, оно потеряет ценность. То, что подарил тебе Господь во Иисусе Христе, оно имеет неприходящую ценность. И нам важно быть, помните, как апостол Петр говорил, ожидающими и желающими дня Господня, дня встречи с Ним. Сам апостол Павел на своем пути встречал и гонения, и страдания, и скорби, и запреты, и угрозы, но это не мешало ему смело идти вперед и продолжать благовествовать. Он понимал, Евангелие – это ценность, и он нес его другим людям, не глядя на все сложности. Он знал, что ожидает его впереди, ибо знаем, это его слова, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Итак, сегодня мы размышляли о Божьей благодати, которая нас учит. Настоящая благодать, наполняя наши сердца, будет отворачивать нас от греха, будет направлять на пути чистоты и святости. Она не только подарила нам спасение, но и учит, как жить достойно звания христианина. Давайте перед молитвой зададим себе несколько вопросов. Самый первый и важный. Друг, принял ли ты Божью благодать? Живёт ли Христос в твоём сердце? Поверил ли ты и последовал ли за Ним? Это важно для спасения души. Если ты ещё, приходя в церковь, слушая, говоришь, ну да, вроде правильно, важно ли это для меня? Если ты размышляешь, не откладывай этого решения. Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, поэтому Господь говорит, сегодня тебе лучше примириться с Богом. Второй вопрос, который нам важно себе задать, а изменилась ли моя жизнь после встречи со Христом? Отвергнул ли я нечистоту из моей жизни? Живу ли я сегодня, влияя на этот мир? Да, мы его не изменим, но можем оказывать доброе влияние на тех, кто рядом с нами. Или наоборот, мир влияет на меня? Третий вопрос. Глядя на мою жизнь, Христос, который знает её совершенно, может ли её назвать целомудренной, праведной и благочестивой? Радую ли я его своим послушанием? Ну и четвёртый, последний. Продолжает ли благодать и сегодня трудиться во мне? Трудится ли Дух Святой, изменяя меня в образ Иисуса Христа? Размышляя над этими вопросами, мы сейчас обратимся в молитве к Нему. И, может быть, Господь кого-то побуждает помолиться в простых и искренних словах, сказать, Господь, я нуждаюсь, чтобы Ты продолжал меня изменять. Может быть, я где-то шёл и остановился. Может быть, перестал обращать внимание на свои ошибки. Может быть, смирился с каким-то грехом. Прости, но помоги мне обновиться в любви к Тебе. Быть послушными голосу Святого Духа, чтобы Ты меня изменял. Чтобы с каждым днём, с каждым Новым Годом я приближался к Тебе и отображал Тебя для людей, которые живут рядом. Чтобы я был благословением для моих близких, для поместной церкви и был славой для Тебя. Давайте помолимся. Аминь. Господь, мы в смирении стоим пред Тобою. Ты знаешь нашу жизнь. Мы ничего не можем скрыть. Ты знаешь наши мысли, чувства, намерения. То, к чему мы стремимся и чем дорожим в этой жизни. И если Господь что-то влечёт нас больше, чем Ты, чем Твое Царство, чем встреча с Тобою, прости и обнови наше сердце. Господь, Ты однажды открыл нам Твое Евангелие и показал, насколько Ты любишь нас, что даришь нам спасение бесплатно, как дар, как подарок. И в то же время, входя и поселяясь в нашем сердце, Ты хочешь его изменять, чтобы мы были настоящим светом в этом мире, указывая людям на Христа не только словами, а добрым примером нашей жизни. Подобно как родители детям могут научить и рассказать, но самое важное, как мы слышали, это их пример. Так и мы, призывая людей к покаянию и обращению, должны своей жизнью показать, как Ты меняешь нашу жизнь, как меняется постепенно наш характер, как меняются наши цели и приоритеты. Господь, мир влияет на нас, мы живём среди людей этого мира. То, что происходит рядом с нами, оно нас волнует, оно заставляет переживать, и где-то незаметно мы подпадаем под эти влияния. Помоги нам помнить о вечности, которой Ты нас призвал. Помоги стремиться к встрече с Тобою, ожидая этого блаженного упования. Помоги помнить, что Ты сегодня Духом Святым поселился в нашем сердце. Ты всегда рядом, Ты внутри нас, Ты ведёшь и направляешь нас, Ты даёшь нам силу побеждать грех и следовать Твоим путём, служа Тебе. Помоги нам в этом единстве укрепляться и жить достойно звания христианина. Просим это во имя Иисуса, Твоего Сына и нашего Спасителя. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93. Редактор субтитров Н.Александрова